всем привет с вами александр город врослав ремонт квартир покажу вам следующий объект уже закончил ремонт и покажу то что я сделал как планировка квартиры о чем говорили с хозяином договаривались и какие возникли изменения вот так выглядит входная дверь на двери два щитка один интернет кабельная и вторые на всю квартиру освещение лампа и три лампочки что обычно белый цвет покрашен потолок лампы сказал так повесить а там сам уже будет весь комплект будет довезет и сам все сделает стены покрашены белый цвет ламинат кстати мне нравится по поводу ламината когда начинал первый ряд у меня в конце остался там я обрезал и остался 30 осталось 37 сантиметров и здесь каждую полоску делал от фуги 37 сантиметров и вот так вышло тут не обращайте внимание не дачники завезли мебель но еще не замонтировали я еще сюда приеду в эту квартиру замонтирует кухню кстати черный фартук так выглядит замонтируют кухню и я сюда приеду установить плинтус вот кусок остался и это уже сильно много купил плинтуса и нужно будет до окопа сюда вот такую гофрированную трубу заложить дальше обои вот такие вот обои по ширине выходят 3 метра стена ближе немного вам покажу немного блоком в глазах хребет до жена как увидела фотографию сказал аж глазах так немножко но сдалека смотрится очень хорошо красиво вот так но и такой обогреватель большой большой вот такая вот ручка можно крутить за меня крутите запускаются ролики и вас никто не видит темноте и домофон дальше заходим в спальню и видите ламинат у нас все в одной линии фуга идет все в одной линии на также самый стандартный обогреватель потолок белый цвет но тут немножко тут лампа конечно уже такая полукомплект все сказал все сам доделать осталось я только подключил стены белый цвет покрашены двери со стеклом темного цвета и вот обои честно они мне не понравится но они мне не понравились тем что их нужно за ними следить чтобы не оставалось пятен что они черные и все показали на другие прижаем смотрю пятна немножко отклея разводы опять влажная тряпочка вытираешь и чистенько но за ними нужно так хорошо следить ну и тут агиде на кухню конечно не получится сделать фотографии комнат дальше идем в ванную комнату самое такое место где самое дорогое место в квартире и самое такое место где скрупулезно проверяют работу вот вот так выглядит ванная комната ну а теперь давайте ее разберем по частям и так ванная здесь забудова и положено плитка эта плитка на силиконе и вокруг сделан силикон так то мы поправим здесь снизу силикон и в углу силикон вот это хозяин поменяет потому что все крутится установил и вот это вот проверил и хозяин сказал что поменяет резинку поставить самое дешевое и не понравилось вот такая вот черная плитка так же самое это плитка на фартухе и серая плитка 60 на 60 черная плитка 75 на 25 вот такой вот шкафчик зеркала не знаю ширина скорее всего 15 сантиметров в середине две полочки освещение раковина с одной шуфлябой надо нужно на середину нажимать здесь я получился подключением сифона вышел прям колено вышло закрывается все и отлично высота сифона все подобрана и там даже шуфлядка не доходит до того колена все сделано супер пупер нажимаем на середину и защелкается два замочка сделано отверстие столешницы раковина на силиконе и вокруг раковины силикон как видите все выглядит супер пупер стиралка все работает кстати насчет розеток спрашивал опускаем ли розетку для стиралки нет как для меня мне не нравится что вот этот провод висит его видно если бы эту розетку опустили бы ниже ниже чем справка этого нет не было бы видно почему даже она бы не мешала там даже краники видно сифон краник все отлично и там было бы ниже розетка ниже не было видно и провод не было бы видно и было бы все отлично сказали нет то нет обогреватель полотенцесушитель женик все там же работает все отлично прикрутим отопление что двери прилегают плотно порожек кстати порожек тоже спрашиваю давайте поставим немножко уже уже с этим миллиметров 1416 почему потому что двери закрываете и его видно подумали сказали что остается я приклеил и как видите но хозяин барин как сказал так делал дальше подвесной анитаз углы все шлифованные все идеально ручная работа также здесь угол весь шлифованный все вручную без водной машины кстати здесь вентиляционная шахта здесь вышло так изначально было что хозяин хотел клиент хотел хозяин у меня хозяин один это жена клиент хотел плитку до потолка потом подумали из-за того что плитка 60 на 60 высота всей квартиры всех помещений 265 и захотел что плитка как раз 240 и там накрасит верху ну и вышло так что вентиляционная решеточка немножко заходит на плитку не проблема даже красиво и пол такая плитка фугу немножко я им дал кусочек плитки они поехали в магазин фугу немножко светлая даже ее хорошо заметно что она светлая даже и так выглядит прикольно здесь немножко силикон подобране так но можно с этим жить но принципе вот такая вот ванная комната ну и лампа даже я сейчас свет выключу вот свет включу чтоб ее было хорошо заметно о такая вот прозрачная она местами не прилегает к потолку или потолок неровный витка дешевая лапа ну и так же где ванная силикон чтобы не протекала и здесь где раковина так же сделан силикон и как хозяева сказали завтра установят мебель я завтра приеду здесь установлю плинтус и они решают еще здесь должен был быть шкаф должен быть шкаф они еще думают но решили что здесь закончу все плинтусом и они думают либо вешалка будет или шкаф так как вешалка у них уже есть но могут решиться на шкаф если будет шкаф этот плинтус не проблема снять здесь плинтус соответствует так как мебель кухня кухонная мебель будет выступать и даже если шкаф будет выступать или ровно со стеной все равно здесь будет плинтус и потом они хотят на эту стену полочки так и тоже решают если полочки не до пола плинтус остается если полочки до пола плинтус срываем и полочка и эти отверстия не будет видно полочку и все закроют вот такой ремонт всех благодарю за просмотре что вам хочу сказать пусть прибудет с вами качественный ремонт с вами был александр обращайтесь ко мне за качественным ремонтом ставьте лайки комментируйте и подписывайтесь всем пока пока